МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу телекомпании Город. Время говорить. Главные темы уходящего дня в изложении наших авторов и комментариях экспертов. Время зимнее, время летнее. Госдума решает вопрос о возвращении практики перевода стрелок в соответствии с временами года. Разбой на 2000 российских полицейских задержали налетчиков на таксиста. Уроки жизни волонтеры начали проведение антинаркотических уроков в рязанских школах. Начнем с охотного ряда в Москве, где в известном здании парламента российские законодатели вновь принялись за обсуждение нашего с вами общего времени. Речь идет о переводе стрелок вперед и назад в зависимости от макросезона. Напомним, в 2011 году тогда еще президент Дмитрий Медведев подписал закон об исчислении времени. Не утомляя зрителей научными подробностями, скажем, это привело к тому, что более чем в 20 регионах России, а это 80% территории страны и 40% населения, административное время стало опережать поясное на 2 часа. Сегодня исследования медиков показали, что за 12-13 годы состояние здоровья жителей этих регионов заметно ухудшилось. Появились многочисленные обращения граждан к парламентариям вернуть все назад. Таким образом подтвердилось мнение биологов и специалистов медиков о том, что десинхронизация биоритмов в результате отмены зимнего времени скажется на людях негативно. А почему же отменили зимнее время в 2011 году? А потому, что вроде бы те же многочисленные граждане попросили. Якобы и световой день таким образом можно технически продлить, да и у людей не будет стрессов и заболеваний, как последствий адаптации к сезонным переводам стрелок. И даже коровушек тогда вспоминали, которые доиться, как следует не желают, привыкают к одному и тому же часу, вот ведь как. Новый законопроект о возвращении к старому времени поступил в Госдуму вчера, а по состоянию на прошлую пятницу под документом подписались более ста депутатов от всех парламентских фракций. В случае принятия закон вступит в силу 26 октября этого года в 2 часа 00 минут. К другим темам. Совершенно отвратительное преступление повлекло на днях предъявление обвинения 24-летнему жителю Рязанского района. По версии следствия, он забил насмерть трехлетнюю девочку, дочь своей сожительницы. Она, видите ли, долго не ложилась спать. Обвиняемый заключен под стражу. Еще известие от регионального следственного управления. Днем 19 января в правоохранительные органы города Ряжска обратился местный житель, который сообщил, что в колодце, который расположен рядом с его домом, находится труп его сожительницы. По признанию мужчины, рано утром 7 января они вместе с сожительницей выпивали в своем доме. Между ними произошла ссора, в результате которой он, взяв нож, ударил женщину в область сердца. Женщина выбежала во двор, остановилась около колодца. После этого он ее столкнул в колодец. Несколько дней он молчал, но 19 числа он пришел и сообщил о совершенном им преступлении в правоохранительные органы. По данному факту, скопинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Ряжска по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот это убийство. Сегодня ночью в Захаровском районе полицейские задержали самых настоящих разбойников. Все началось на театральной площади. Дальше пошел настоящий триллер, излагая подробности Оксана Тебенихина. Не перевелись еще на Руси Бонни и Клайды. Только истории жителей Захаровского района не суждено из свода криминальных новостей перерасти в сценарий для голливудского экшена. Минувшей ночью в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о разбойном нападении. Жертвой преступления стал рязанский таксист. Молодые люди воспользовались услугами такси и с площади театральной города Рязани направлялись в сторону Михайловского района. На границе Рязанского и Захаровского районов путем применения насильственных действий в отношении водителя такси мужчины завладели его транспортным средством, похитили сотовый телефон и денежные средства. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из молодых людей самостоятельно сел за руль такси. И они направились в сторону деревни Безлычная Захаровского района. Две тысячи рублей, мобильный телефон и, собственно, автомобиль стали добычей преступников. Мужчина, придя в себя, смог добраться до центральной трассы, остановить машину и позвонить в полицию. Приняв тревожный вызов, дежурный объявил в области план перехват. На дороге деревни Безлычная произошел съезд в кювет автомобиля «Шевроле Лачети», которым управлял 24-летний мужчина. В салоне автомобиля находился его друг и 26-летняя девушка, жительница города Нижний Новгород. В результате происшествия пассажирка получила травму головы и госпитализирована в областную клиническую больницу города Рязани. В этот момент сотрудникам полиции было уже известно об угоне транспортного средства. Двигаясь по следам преступников, полицейские обнаружили произошедшее дорожно-транспортное происшествие и задержали нарушителей. В рязанских школах январь начался с уроков, разъясняющих старшеклассникам весь вред употребления наркотиков. Дело действительно гнусное. По статистике в России ежегодно наркотики убивают 70 тысяч человек. Ежегодно наркоманами становится 86 тысяч россиян, или 235 человек ежедневно. Кстати, общее число наркоманов не увеличивается, но по самым грустным причинам смертность от наркотиков самая высокая. И еще от наркомания излечивается не более 10% приверженцев зелья. Средний возраст погибшего наркомана в России 28 лет. Потому-то российские наркополицейские привлекают все больше добровольцев, которые нашли бы верные слова, чтобы уберечь молодежь от скудоумного решения. Продолжая тему, Наталья Новикова. В России проблема употребления наркотиков подростками на сегодня приобрела ужасающие размеры. Еще лет пять назад 16-летний наркоман был клинической редкостью. Сейчас же подростки составляют третью часть наркозависимых, обратившихся за медицинской помощью. Самое страшное то, что прием наркотиков у современной молодежи стал обыденным делом. В Рязани прошел обучающий семинар для волонтеров по подготовке третьего всероссийского интернет-урока антинаркотической направленности «Имею право знать». Почему решили стать волонтерами? Мне нравится эта работа, мне нравится помогать людям, организовывать все это. То есть я живу этим. Я, в принципе, присоединяюсь. Это положительные эмоции во всем. Мероприятие доказало, что молодое поколение волнует проблему распространения наркотиков. И только общими усилиями мы сможем остановить эпидемию наркомании среди молодежи и спасти будущее наших детей. Уже сегодня волонтеры начали проводить уроки. Первый прошел в 47-й школе. На занятиях школьники получили полезную информацию о медицинских и правовых последствиях употребления наркотических и психоактивных средств, а также о том, что делать в случае, когда их или близких им людей коснулась проблема употребления наркотиков. Еще о несовершеннолетних, но в другом ключе и о другом возрасте. Благотворительный фонд «Детские домики» провел еще одну акцию, совершенствуя спектр поддержки ребятам, чья судьба развивается отнюдь не идеально. Материал об этом у Оксаны Тебенихиной. Воспитанники специальной коррекционной школы-интерната, как мальчики, так и девочки, получили в свое пользование новое оборудование – станки и швейные машинки. Помог ребятам благотворительный фонд «Детские домики». С Рязанской школой-интернатом мы сотрудничаем больше четырех лет. И сейчас, благодаря частным пожертвованиям и пожертвованиям компании, стало возможно открытие сразу двух мастерских – столярной мастерской и швейной для девочек. Уже не первый год фонд сотрудничает со всеми детскими домами и интернатами Рязани и области. Помогают самым необходимым. На попечении Рязанской школы-интерната на сегодняшний день находится 136 учеников. Большая часть из них – девочки, настоящие рукодельницы. Мы направляем, способствуем тому, чтобы они получили рабочую профессию, которая им пригодилась в жизни, и поэтому направляем их для того, чтобы они, скажем, девочки шли по швейному делу, ребята шли по столярному, либо, скажем, приобретали навыки от девочников. Благотворительный фонд «Детские домики» оказывает помощь детям из малообеспеченных семей и сиротам. Медицинская, психологическая и материальная поддержка необходимы их подопечным для того, чтобы обеспечить детям их будущее, привить необходимые для дальнейшей жизни навыки, помочь им в выборе профессии. А это, согласитесь, дорогого стоит. И последнее на сегодня опубликован ежегодный рейтинг самых распространенных паролей, найденных на просторах интернета. Ну, как показывают данные, мудрый интернет-сообщество с ложностью замков своих личных переписок и аккаунтов не заморачивается. В десятку самых популярных паролей входят простые последовательности, вроде 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Также многие выбирают набор 6 единиц или 6 первых букв на клавишах слева направо, да и все тут. А уж когда система просит что-то посложнее, ну, вроде комбинации с букв и цифр, то ее удовлетворяют просто А, Б, С, 1, 2, 3. Вот и все, авось компьютер стерпит. Так что будьте осторожны, 1, 2, 3 как-то не играет среди компьютерных паролей. А вообще, все нормально, как говорил герой фильма. В бой идут одни старики, будем жить. Всего доброго, до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»